Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и прозвучала новость по поводу очередного обновления 9.6. И честно говоря, как-то зачастили ребята-разработчики с обновлениями, всё чаще и чаще они выходят. Глядишь, буквально месяцок-другой и уже будет обновление, ну где-то 27.3 допустим. Но, честно говоря, любые обновления это хорошо, но всё-таки не всегда прям настолько, насколько сильно хотелось бы. Меняют не совсем то, что хотелось бы, ну короче говоря, все обновы на любителя. Итак, ребят, для того, чтобы понять, что там будет, нам сказали, что, как обычно, Samsung soon. Неизвестно, когда этот Samsung произойдёт и насколько этот soon приблизится к нам быстро и, я бы сказал, уверенно. Что касается того, что можно увидеть, если вы откроете видеоролик, давайте будем анализировать вместе, что нас ожидает. Итак, поехали. Первое, что нам показывают, нам показывают гриля вот в таком вот великолепном виде. Мне, честно говоря, нравится внешний вид, круто, прикольно. Я так понимаю, что это будет вот эта вот комбинация камуфляжа с обвесом, да. То есть, когда ты камуфляж себе покупаешь, но вместе с камуфляжом появляется куча дополнительной дребедухи на танке. Выглядит действительно прикольно. Это супер, вопросов нет. В игре будет смотреться просто обалденно. Что-то, безусловно, есть и вот в этих всех висящих канистрах сверху на танке, во всякого рода там мешочках и так далее. Но, ребят, давайте будем говорить откровенно, вся эта дребедень для донатеров, которые донатят в игру, круто. Потому что покупать все это по стоимости премиумных танков, согласитесь, может позволить себе далеко не каждый. Поэтому обнова нацелена на, по сути, ну уж простите, назову все своими именами, выдаивание бабла. По-другому назвать я это не могу. Что нам говорят дальше? Дальше нам говорят о том, что будет какой-то ивентик с не очень крутыми, ребят, подарочками, а именно там X3, слот в ангаре, всего лишь 50 серебрушки. Суммарно, если я правильно понял, то будет 15 бустерочков, но почему-то вот в конце какая-то крут несусветная, какие-то то ли медальки. Ну, я так вижу, только бустеры, вот и все. К чему, ну окей, хорошо, может там потом как-то нам расскажут, объяснят, но по сути, по большому счету, как вы видите, я бы сказал, что из действительно ценного, ребят, это слот в ангаре и это возможность со скидочкой исследовать 10 левел. Это действительно удобно, это действительно классно, потому что десятки выкачать тяжело. Ну и слот в ангаре, как бы тоже денег стоит. Что же касается бустеров на золото, окей, приятно, хорошо, ну а все остальное так себе. Шелуха да и шелуха, те же самые 150 тысяч, то есть 50-ка здесь, сотка тут, 150 тысяч, я думаю, нафармить, в принципе, два удачных боя на нормальной фармящей машине и 150 косарей серебра у вас в кармане. Ну что, едем дальше, смотрим, что говорят нам. Что еще, нас ожидает, ребят, еще один ивентик и где-то я, ребят, такое уже видел. Вот серьезно, вот это вот для, уж простите, мне писали потом в комментариях, что я типа в чем-то не прав, я не пытаюсь никого обидеть, я себя самого таким считаю. Вот будет нижняя линейка для нищебродов, то есть для тех, которые не могут донатить в игру и вот именно такими их и считают, как я понимаю, потому что насыпают сюда вот всякую вот такую вот дребедюху, которую типа забери не хочу, да, вот назовем это так. А верхняя линеечка, она уже, ребят, будет явно для донатеров, потому что как бы ты сильно не потел, все равно без доната в предыдущем похожем ивенте ты ничего сделать не можешь. Ребят, не обижайтесь, пожалуйста, тем, кто не может задонатить нищеброды, ребят, это в кавычках. Я просто говорю к тому, что ивент нацелен на тех, кто будет закидывать бабло, а кто бабло закидывать не будет, тот, соответственно, ничего и иметь не будет. Вот как-то так я себе приблизительно это представляю. Поэтому, ребят, вот такое вот где-то я уже видел, единственное, что меня радует, что есть вот контейнер, как я понимаю, собери их всем в верхней линейке и три конта собери их всем в нижней линейке. Есть еще вот этот контейнер, я так понимаю, что, скорее всего, контейнер с камуфлежом или с чем-то подобным, а это, скорее всего, с аватарами. Но здесь у меня уверенности нет, просто по внешнему виду смотрю, ребят. Если кто понимает лучше, чем я, напишите в комментах, я думаю, будет интересно. Есть вот эти вот светильники, я так понимаю, что эти светильники, скорее всего, будут нужны для того, чтобы либо хорошо их обменять, как предмет, возможно, даже на голду, ну, либо для открытия чего-то, но сомневаюсь, потому что дальше ничего не показывается, поэтому думаю, что это просто коллекционные предметы, которые можно будет, ну, как бы, обменять на что-то ценное. Скорее всего, это будет свободка, но не исключено, что голда. Хотя в прошлом ивенте, в принципе, самый жир был вот в первых шести или семи, да, вот этих вот пунктах, а дальше уже это так, чисто вот по приколу, что называется. Ну что, где-то такое похожее видели, попотеть, не попотеть, это будем уже смотреть потом, когда будем понимать, что нам необходимо будет сделать для того, чтобы получить действительно какие-то нормальные ценные призы. Ну что, едем дальше. Что показывают еще? Показывают фон профиля, который можно будет получить, показывают вот такой вот камуфляж, не камуфляж. Я думаю, что как раз камуфляж, но вряд ли это обвес, вот просто крутой камуфляжик показывают. Смотрится действительно красиво, но опять-таки, сколько вам это будет стоить, под большим вопросом. Опять-таки, на примерах Мауса показывают нам новые камуфляжи на танке. Честно говоря, вот проехали 4 танчика, я даже не знаю, кто мне здесь нравится. Ну, разве что вот это черный и то, честно говоря, под вопросом, потому что вот это, честно говоря, какая-то шелуха. Показывают нам опять-таки камуфляжи, скрещенные с обвесами. Ну, такое, не знаю. А вот это я, честно говоря, вообще понять не могу. Вот что это? Ну, блин, ну детство, детство, блин, все эти вот... Ну, светильник Джека смотрелся еще хоть как-то. Блин, сейчас всунули вот этих новогодних, блин, снеговиков. Ну, ну реально, бредня такая, ну на башку не налазит. Ребят, мое субъективное мнение, напишите свое. Я не понимаю, зачем разработчики вот делают обвесы вот такие. Вот что это? Вот зачем оно? Ну, 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 ну чисто по приколу, ну мы типа играем в танки. Есть реалистичные машины. Есть желание покатать именно танк, а не покатать детскую машинку игрушечную. Поэтому, ну, зачем, блин, вот эти все кролики, снеговики и подобное, дребедень? Да сделайте вы, я не знаю, там, обвес, пулемет какой-то поставьте, я не знаю, там. Ну, 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 ну придумайте вы что-нибудь, но в конце концов вам за это деньги платят. Ну, вот кто вот это согласовывает, ну, ну я, честно говоря, не знаю, ребят. Зачем эти, блин, кролики сверху сидящие с морковкой, блин, да ну... Ладно, короче, проехали. Дальше нам показывают опять камуфляжи на другие танки. Вот, я так понимаю, что что там, год кролика, я не знаю, или что там у нас грядет. Почему кролики постоянно везде? Или мы плодиться должны как-то очень быстро в этой игре, и поэтому нас как-то подначивают кроликами. Не знаю, у меня как-то вот понимания абсолютно никакого нет. Ну, вот, пожалуйста, еще один кролик бегущий или заяц, кто это, да бог его знает. Ладно, проехали. Короче говоря, вот такое вот каминг-сун нас ожидает. И, честно говоря, меня радует только одно, что разработчики пытаются что-то улучшать в игре. Насколько у них это получается, это уже, честно говоря, вопрос, как говорится, третий. Но вот как есть, так есть. И что тут, после обновления посмотрим, что это будет на самом деле. Меня же радует наличие возможностей ивентов. И вот вероятность ивентов, она меня действительно радует, потому что какая-никакая, для таких ребят, как мы, которые не могут донатить в игру или не сильно донатят в игру, в ивентах есть возможность получить какие-нибудь халявки. Вот, допустим, как тот же самый риттер, которого нам презентовали, и многие из нас его получили. Короче говоря, ребят, поживем, увидим, что там будет. Это все, что я хотел сказать. Это было мое субъективное мнение по поводу обновления 9.6. Безусловно, когда выйдет по лучшему, разжуем его, посмакуем, ну, возможно, получим какое-то удовольствие. На данный момент у меня все. Если вы за честность, ребят, какой бы она ни была, порой даже иногда немножко грубой, подписывайтесь на канал. Я уверен, что нам с вами по пути. Всех благ, всего хорошего вам мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.